Наконец-то мы сделали совместный эфир. На сегодняшний день, я так понимаю, у нас месяц Рамадан, очень много людей из-за эпидемии в стране начинают как-то себя вести халатно и относятся халатно к данному вопросу. Хотелось бы несколько вопросов разобрать. Первый вопрос я хотел бы у вас узнать. Я как-то читал, было ли такое, что во времена пророка, когда была эпидемия, люди читали намаз дома, в домах. Было ли такое, шейх? Ага, сейчас. Тут просит отключить комментарий, мешает, наверное. Вы отключите, да? Да, да, шейху отключу. Все, выключил. Баракалав, фига. Фиг баракалав. Шарах. Воспользуюсь возможностью, иншаллах, еще раз поприветствовать вас, брат мой, иншаллах, всех наших братьев, сестер, иншаллах, которые зрители. Пускай Аллах, субханаллах, примет наш, иншаллах, пост, наше поклонение. Субханаллах, даже удивительно, каждый рамадан, он быстрее и быстрее прилетает, субханаллах. Субханаллах, скоро уже половина рамадана закончится, не успеем моргнуть глазом, и так весь месяц пройдет, субханаллах. Поэтому, это из признаков судного дня, то, что время будет быстро идти, перед судом. Прошлый рамадан очень быстро прошел, до него быстро был, прошлое, все почувствовали, кто постился, очень быстро. И это тоже, субханаллах, сколько уже, субханаллах, уже сегодня, какой, седьмой, восьмой таравих будем считать, да? Седьмой, по-моему, еще. Очень-очень быстро пролетают, очень быстро пролетают. Как говорится, Время подобное мечу, если ты его не обрубишь, то он тебя обрубит. Аллаху маста'ан, очень хорошие слова. Извините, пожалуйста, вы задали вопрос. По поводу того, что люди на сегодняшний день стремятся, грубо говоря, провоцируя всех тем, что они хотят попасть в мечети. Вот вы, как имам мечети, для вас куда ближе мечеть, чем для нас всех. Каким образом можно людей остановить в том, чтобы они не скапливались и не нарушали правила, грубо говоря? Ну, во-первых, как бы хиджруссахи, то есть именно вот это, так скажем, то, что мы сейчас в самоизоляции, так бы, если сидишь дома, боясь, что заболеешь или заразишь других, вот это, в таун и так далее, от эпидемии, то за это человек тоже берет награду. Проявляет терпение, перевод собра, сказано в хадисе, то есть он, как бы, берет награду шахида, даже если он сидит дома, это раз. Второе, то, что, в Аллахе, как бы, как вы правильно сказали, наши сердца соскучились по дому Аллаху, субханалу, субханалу, субханалу. Поэтому это для меня, как бы, первый дом, потом уже, где я живу, в своем доме, это второй дом уже для меня, для меня первый дом, дом Аллаху, субханалу, я больше времени там провожу, особенно в летнее время, остаюсь там ночевать, там до утра намаза, потом только возвращаюсь, потом опять на Зохр приезжаю, то есть вот такое вот. Но мы, как бы, должны соблюдать именно правила, да, потому что в любом случае, как бы, мечети, они сейчас закрыты, ты туда не упадешь, там, как бы, ты сейчас не прочитаешь, но, однако, есть в хадисе, и этот хадис, как бы, то есть нужно понять, для чего мы вообще ходим в мечеть, для чего мы ходим в мечеть, потому что мы, это дом Аллаха, субханалу, 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 субх То есть в домах Аллаха, в мечетях Нур Всевышнего Аллаха. Конечно, у веры человека привязан один из семерых, который будет под тенью трона Всевышнего Аллаха. Это тот человек, чье сердце привязано с мечетю. Но однако, если таково до того, как закрылись мечети, у человека было сердце привязано с мечетю, ему, иншаллах, награда будет такая же, как будто он читает мечети, если он читает у себя дома. Катим Далил, пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, сказал, Если раб Аллаха заболеет или будет в пути, то ему запишется та награда, которую он совершал, когда был здоровым и когда был непутник. То есть имеется в виду, что Если упираться на этот хадис, то сейчас в мечеть мы ходим не потому, что мы не идем, потому что невозможно, доступа нет. Поэтому, если твое сердце привязано, и ты туда ходил, и ты любил молиться в мечети и так далее, но сейчас нет возможности, ты читаешь дома, и не по твоей это причине, у тебя награда запишется, иншаллах, как будто ты читаешь в мечети. Братья и сестры были удовлетворены ответом тем, что лучше, пока эпидемия, оставаться дома еще. Ну, конечно, у нас как бы не комендантский час, у нас самоизоляция без причины не выходить там, да, если там только там за продуктом, за этого. Если, по сути, вы сказали, мечети закрыты. Да, да. Еще вопрос, такие еще некоторые вопросы, вот человек задал мне, я записал этот вопрос, как изменить свой нрав? И к этому вопросу относятся, как побороться с ленью? Сделайте, пожалуйста, насеха по данному вопросу. Давайте подойдем, во-первых, что такое нрав, то есть, какой он должен быть у верующего человека, является ли это важным или нет для человека, для верующего, для мусульманин. Если посмотрим, или на нас, то есть, посмотрим на Кур'ан, на Сунну, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, то Аллах в Кур'ане восхищается посланником Аллаху, саллаху алейхи вассалям, описывает ее в Кур'ане и говорит, субхану ва-та'але, Поистине ты на великом нраве, то есть, представляете, это описание, это оценка от Господа миров, от Создателя всего и вся, от Аллаха, субхану ва-та'але, оценка пророка Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям, и все вещи говорят, И поистине ты, не просто анта, иннака, поистине ты, на великом нраве, не на красивом нраве, не на хорошем нраве, а на великом нраве. Сдается вопрос, если Всевышний Аллах, субхану ва-та'але, так описывает своего посланника, тогда какой же был нрав посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям? Спросили самого приближенного человека, субхану ва-та'але, спросили Аиша, какой же был нрав посланник Аллаха, потому что сам Всевышний Аллах говорит, ты на великом нраве. Она ответила, его нрав был в Кур'ане. То есть, представляете, как будто пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, был ходячим в Кур'ане. Всевышний Аллах в Кур'ане говорит, проявляйте добро, и он самый первый, кто проявлял добро. Аллах, субхану ва-та'але, говорит в Кур'ане, сами себя не уничтожайте. Посланник Аллах, саллаху алейхи вассалям, не уничтожал себя. То есть, имеется в виду, даже сейчас, если такой параллель провести, если ты знаешь, что там на улице эпидемия и так далее, и ты не защищаешься, не делаешь какие-то азбабы, не берешь какие-то причины защитить тебя от болезни и так далее, идешь в толпу и так далее, ты как бы сам себя бросаешь в уничтожение. Также, например, Аллах, субхану ва-та'але, говорит, говорите людям благие, красивые, хорошие слова, и посланник Аллах, саллаху алейхи вассалям, произносил только хорошие слова. Даже к этому посланник Аллаху, саллаху алейхи вассалям, сказал, поистине я послан для того, чтобы усовершенствовать благой нрав. То есть вся миссия посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сюда входит тавхид, сюда входит ахкам, то есть там законы, да, шариата. Все-все-все, что туда входит, это как все полностью оболочка, под которую скрывается благой нрав. Я послан, дабы усовершенствовать благой нрав. В хадисе, достоверном хадисе сказано, то что раб Аллаха со своим нравом, своим благим нравом человек достигнет постящегося днем, молящегося ночью. То есть есть люди, например, как Аллах в Коране говорит, когда к Якубу алейхи вассалям пришли сыновья, они хотели отправиться к Юсуфу алейхи вассалям, Якуб алейхи вассалям сказал, не заходите через одну дверь, заходите через разные двери. Знаете, это аят. И ученые дают тавсир тоже, там мы в поклонение, заходи к Аллаху, приближайся к Аллаху, через разные двери. То есть, например, через пост, через намаз, через садака, через бируль валидей, через благой нрав по отношению к родителям, через вообще, через благой нрав, через подчинение посланнику. То есть, много дверей, дабы войти в рай, много дверей, много путей к Аллаху. Поэтому, кто-то, например, кому-то постится легко, кому-то тяжело придается пост, но он больше выставит ночные намазы. Аль-хамду-лях, ты придерживаешься этого. Кто-то через пост приближается к Аллаху, то есть, основная такая, айбада, основная. А кто-то может и через пост, и через поклонение, на что приблизиться к Аллаху. Через что это? Через благой нрав. Поэтому, если посмотреть в сиру, вообще, ученых, мадхабов, они перед тем, как брали знание фикха, они брали знание именно адаб, гылк, ахляк, нравственности от своих устазов, от своих шейхов, от своих ученых. Поэтому, вопрос, как улучшить свой нрав? Как говорится, твои пальцы не все равны. У кого-то, у одного брата лучше нрав, у другого хуже, у третьего, маше Аллах, вообще, там, да, у четвертого, вообще, там, с ним даже есть такие люди, да, там, даже, как бы, общаться не хочется, там, нравственности и так далее. Как бы, и мы себя не хвалим, мы сами хотим усовершенствовать, улучшить свой нрав. Но, почему это нам, то есть, как это вообще нужно, как нужно усовершенствовать, как нужно улучшить, как нужно через Кур'ан, через судну посланника Аллаху, понимать, что наша религия, это основа, это благо и нрав. Посланник Аллаху, алейхи вассалям, был послан, дабу, усовершенствовать благо и нрав. Поэтому, когда у тебя благо и нрав, ты не только себе приносишь пользу, но ты окружающим приносишь пользу. Поэтому в шариате есть такое, как бы, да, что польза для общества, она стоит перед тем, как пользу принести самому себе. То есть, чтобы от тебя, человека должна польза не только самому идти, а всем окружающим и близким. То есть, пребывают, например, люди, которые, маше Аллах, они читают намаз вовремя. Все делают там по сунне, в поклонениях, на тахаджу стоят, постятся понедельник, четверг, но он рак, он не общается, грубый, жесткий и так далее. То есть, это неправильно. Ты взял что-то от посланника Аллаха, но основное ты не взял, то, что вот это вот посланник Аллаха, если взять, никто с ним не успевал, представляете? Все хотели опередить, поздоровиться с Аллаху, но он опережал саляму алейкум, первую давал. То есть, никто не говорил, всегда только ему отвечали ва алейкум ассалям. То есть, он опережал в этом, опережал в благом, саляму алейкум ассалям. Поэтому мы должны стараться. То есть, у каждого человека есть какой-то кумир в этой жизни. Кто-то хочет там быть похожий, даже когда дети, например, кто-то хочет там на какого-то актера быть похож, кто-то там на какого-то еще. Мы должны принимать себе и своим детям то, чтобы быть похожим. Идеал наш, это посланник Аллаха, и на него должны бы равняться, стараться. Как говорится в Коране, для вас посланники Аллаха, красивый, хороший пример. Поэтому, если человек поймет, то, что нрав, как бы, это нужно, как бы, да, и понял, осмыслил то, что это обязательно, это важная вещь в исламе. И мы должны все стремиться. Теперь задается второе вопрос. Как к этому идти? Через что? Вот лень есть, как бы, да, вроде бы я хочу, но там это... Ты должен проявлять сабр через терпение. Как говорится, Аллах в Коране говорит в Коране, поистине терпеливые возьмут награду, то есть без границ. Много-много-много-много будет у них наград. Я всегда привожу пример, когда человек берет в банке чек. У кого-то там на 10, на 100 рублей, два нуля только. У кого-то на 1000 рублей. У кого-то там на миллион нулей больше становится, кто-то на миллиард. Чек за сабр, это нули не заканчиваются. Представляете, когда человек только задумается о награде, и вот этот сабр должен проявляться в трех вещах. Поклонение Аллаху. Поклонение Аллаху. То есть тяжело кому-то проснуться наутре намаза, взять омовение, поститься, да, кому-то на хадж поехать. Ты должен проявлять терпение. Проявляй терпение. Поистине, давай терпение. Ради Аллаха, Субхану Ва Таану. Второе терпение. Терпеть, не грешить. Проявлять сабр, что дабы не грешить. Например, запретный плод, он сладок, приукрашен. Как сказано в Коране, приукрашен людям. Любовь к страстям. Но, однако, человек, он что, проявляет терпение, дабы не совершить тот или иной грех. И третье, проявляет терпение на то, что предопредел Всевышний Аллаху. Кому-то, Аллаху, это и то, и иное предопредел. Поэтому, также, Ахлаак, он между рабами Аллаху, Субхану Ва Тааля, он разделенный. Как сказал посланник Аллаха, саламу алейхи саламу, инна Аллаху, аззава ва жалла, касана байнакум, Ахлаакакум, касана байнакум, арзакакум. Поистине Всевышнего, Аллах, Субхану Ва Тааля, между вами распределил ваши нравы, подобно тому, как распределил между вами ваш удел, риск. Поэтому, когда понимаешь, твой нрав в руках Аллаха, во власти Всевышнего также проси дуа. Я, Раби, кана хасанта халкана, фахсена хлакана. О, Аллах, как ты сделал прекрасным наше творение, наш облик, так же сделай прекрасный наш нрав. Поэтому, вот эти вот вещи, аль-хамдуля, помогут человеку, чтобы улучшить нрав и так далее, проявлять терпение. То есть, когда только тебя, например, ты хочешь злиться, когда ты гневаешься, тут же проявляй терпение, и твой нрав будет красивее. Если посмотреть, представляете, ведуин, пришел к посланнику Аллаха, саллаху алей салям, и говорит, о, сын, я, Расул Аллах, о, посланник Аллаха, дай мне совет. А почему он попросил совет? Потому что до этого подошел один и сказал, я, Расул Аллах, дуу ли ликей акуна рафиқа кафильджанна. О, посланник Аллаха, попроси дуа, чтобы я был соседом с тобой в раю. Это именно тот юноша, который всегда ухаживал за посланником Аллаха, саллаху алей салям, то есть, юноша, воду делал, чтобы он тахарат брал. То есть, потом, когда уходил спать посланник Аллаха, он около его дома ложился, на улице спал. То есть, как бы так он любил, саллаху алей салям, так он сильно любил пророка Мухаммада, саллаху алей салям, и то есть, он всегда рядом, чтобы не упустить возможность помочь что-то сделать, хидму какое-то, что-то сделать, пользу посланнику Аллаха, саллаху алей салям, что-то помочь ему, налить воду и подать. И в один момент Пророк Мухаммад удивился Постоянно около моего дома Постоянно он ждет, когда я выйду Может быть там спал Когда солнце было Там пекло и так далее Но он проявлял терпение, так любил пророк И когда он вышел, в один момент Пророк Мухаммад сказал ему Проси Проси Рабиа, что хочешь На что он ответил То есть опять же Мальчик, что может попросить Дай мне там что-нибудь Одежду, дай мне свою чалму Дай мне свою накидку Дай мне свою Чалму Дай мне свою накидку Дай мне сладости Дай мне что-нибудь Подарок, чтобы я тебя помнил А посмотрите, этот юноша, мальчик, что говорит Я Расулу Аллаху О посланник Аллаха Проси за меня, чтобы я был С тобой в раю соседом Смотрите, какой нрав Смотрите, какие у него Цели То есть Я хочу этого Потом посланник Аллах Саллалу алейхи салям Сказал То есть удивился А помимо этого, что хочешь Я не хочу ничего только этого Как я наслаждался с тобой В этой дуне Как я тебя ждал Как я тебя встречал Как я был с тобой вместе В этой дуне Также я хочу быть с тобой в Ахирате Попроси за меня только это Посланник Аллаху саллалу алейхи салям Тогда что Посланник Аллаху саллалу алейхи салям Тогда ему сказал Помоги мне в этом вопросе Помоги в этом вопросе Через много сажда То есть Я попрошу за тебя Но ты тоже помоги Ты тоже от себя что-то сделай Побольше сделай земных поклонов Аллаху саллалу алейхи салям И будешь со мной в раю соседом Другой сподвижник спросил Я Расул Аллаху О посланник Аллаха Попроси за меня выше степень рая На что пророк Мухаммад саллалу алейхи салям сказал Выстаивай ночные молитвы И будешь в фердаусе Будешь выше степень рая То есть что-то от тебя сделай тоже И вот этот бедуин Подошел и говорит Не знаю что попросить Говорит Ау сыни Дай мне совет Посланник Аллаху Пророк Мухаммад саллалу алейхи салям И ему знаете что сказал Ла тагваб Не гневайся Он удивился Он удивился Субханаллах Этому ты сказал Сажда делай Этому ты сказал Ночные намазы Всего лишь не гневайся То есть он думал Что это так легко Всего лишь не гневаться И переспрашивает Ау сыния Ярос Kyungul Allah Дай мне совет В посланник Аллаху Пророк Мухаммад саллаллах саллаллах Повторил Ла тагваб Не гневайся Третий раз Ау сыния Ярос numéro Дай мне совет В посланник Аллах Пророк Мухаммад саллаллах А вот он сказал Ла тагваб Не гневайся Поэтому когда человек гневается Он Ахлято его тоже портится Нрав его портится Он принимает неправильные решения Резкие решения От шайтана решения И спешит в решениях и потом сожалеет. Поэтому сколько людей, брат мой, поспешили из-за гнева и себе жизнь поломали, так скажем, свои же руками. Из-за гнева же сделали не то и испортили себе жизнь. Поэтому мы должны... И другие же, думаю, знаете, вот как бы люди, так не практикующие аль-хаммни, он понимает, но не практикующие думают, то есть если у человека, у мужчины там гнев нет, он не злится, там это, да, это слабо, нет. Вот мягкость. Доброту у человека, многие принимают за слабость. А это не так. А что это? Вот именно сила проявляется, когда ты можешь сдержать свой гнев. Все мы можем, и вы, и каждый человек может там разлиться, накричать, и еще что-то там. Но именно это не сила. Показатель силы, когда он может сдержать свой гнев. Старается сдержать свой гнев. Поэтому, как сказал посланник Аллаха, это не мои слова, а это пророк Мухаммад сказал, он сказал, силен не тот, кто победил противника на поле битвы, а силен тот, кто сдержал гнев во время вот этого, когда он уже приходил, тот, кто смог сдержать свой гнев, когда уже это оно. Вот это вот, как бы, именно показатель силы, именно это показатель, так скажем, сабра человека. Опять же, почему он это делает? Потому что, знаете почему? Потому что Аллах повелевает. Он подчиняется Аллаху. Потому что посланник Аллаха, саллаху алисамм, повелевает. Не потому что я так хочу, потому что посланник так хочет, потому что Аллах так хочет. И вот тут у тебя проявляется вот эта вот именно сила подчиниться Аллаху и посланнику Аллаха, саллаху алимусу. Понимают, да, понимают там гнев, бывает друг гнев. Это мы сейчас в общем виде, говорят, чтобы люди, братья, сёстры правильно поняли, потому что говорят, а как же тогда там не гневиться, когда человек совершает грех и так далее. Ситуация разная. Мы сейчас говорим про общую картинку. в отношениях, в спор там или еще что-то. Есть ситуации, когда человек проявляет гнев, когда он, когда человек там совершает, асахарху алиллах, кто-то медал, у кого в семье там грешит и так далее. Конечно, у него будет гнев. То есть, но именно гнев ради Аллаха, субхану алимусу алимусу. А мы сейчас говорим про тот гнев, который вот в отношениях с людьми и так далее. По поводу города же говорится о том, что, например, тот, кто оставил спор ради Аллаха, даже если он прав, тому обещан дом в раю. Обещан дом в раю, да. Но если вентера камера, то кто оставил спор, и он прав, ему построен дом. Бханаллах. Насколько безгранична, да, милость Аллаха спорная. Шейх, третий вопрос. Это очень прям, это мой вопрос, так как я вот именно занимаюсь хиджамой. Идет большое разногласие среди людей. Там кто-то говорит, пост портит, кто-то говорит, пост не портит, кто-то говорит, можно делать, кто-то говорит, нельзя делать. Как вы в данном вопросе сможете ответить, что вы можете сказать по данному поводу, что портит ли пост хиджам? Мне ответом огорчить вас или обрадовать? По справедливости, Шейх. Знаете, вот всегда вот мы должны подходить, то есть в шариате вопрос, это файда, чтобы тебя была, вопросы касательно шариата, нету алатов, нету чувств, то есть мы не должны подходить там, мне кажется, там это или что, мы должны подходить, чем? Сдалилием, с доказательством. Давайте сейчас разберем вопрос и возьмем пользу с точки зрения четырех мазхабов, потому что возвращается, мы должны вернуться в вопрос фикха в этой области. джумхур улема, джумхур улема, то есть большинство мнений ученых, говорят, то что хиджама пост не портит. На это мнение Ханафита Абу Ханифа, Имам Шафи, Имам Малик. Три мазхаба на мнение, то что пост хиджама не портит. Без разницы, нафель или фарт, то есть в Рамадане, не в Рамадане. Ссылаются на хадик. Сейчас мы, иншаллах, два мнения приведем, потом дадим, иншаллах, более правильное мнение. Хорошо, иншаллах? Иншаллах. Ссылаются на хадик, который приводит Имам Бухари, Рахмаллах, автора Расулу, салаллаху алейхи вассалям, вауа мухарим, ва автора ихтаджама Расулу, салаллаху алейхи вассалям, вауа мухарим, ва ихтаджама вауа салям. Рок Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, делал хиджаму, когда был в храме, то есть во время паломничество, и делал хиджаму, когда он постился. Они берут вот этот долин, три мадхаба. Поэтому этот хадик приводится Имам Бухари от Ибн Абдаса, Радаллаху алейхи. Ибн Абдаса, Радаллаху алейхи, и Икрема, они сказали то, что то, что портит пост, это то, что в тебя заходит, а не то, что из тебя и выходит. Хиджам, это что? Это остается как бы вакуум, да, основной, и ты выводишь, да, бывает мокрый, и так далее. Поэтому они сказали именно портит пост то, что заходит в желудок, то, что вовнутрь попадает, а не то, что из тебя выходит. Вот это они ссылаются на этот хадик. Поэтому также приводится от Умму Аликлима то, что она сказала то, что мы говорили делали хиджаму мы когда постились делали хиджаму у Аиши и она им не запрещала. Теперь имам Ахмад они говорят то, что хиджама портит пост. Они приводят хадис в Муснаде Ахмад, в своем Муснаде имам Ахмад приводит и также в Тирмиде приводится Афтар Аль-Хаджиму Разговляется То есть портится пост У того, кто делает Хаджам это кто, кто делает То есть получается, если вы делаете Хаджаму, у него портится пост И тот, кому делается То есть оба Как будто они не постились Теперь Этому дает Та'лик, этому дает Шарх, имам, известный Ученый, Хафиз Ибн Хаджара Ас-Калани, который написал книгу Фатхин-Бария, Шарх Сахин-Бухари Фатхин-Бухари, который дает разъяснение Шархин-Бухари Он говорит, что вот этот хадис Автор Хаджам и Махджум Разговелся, кто делал Хаджаму Кому делал Хаджаму, он мансух Стертый, покрывается Хадисом, который Автор Хаджама Наби Салаллаху Алисаляму То есть Посланник Аллах Салал Ас-Калани, делал Хаджаму, когда был в храме И делал Хаджаму, когда постился Этот хадис стирает Хадис, которым сказано то, что Тирает пост Тот, кто делает Хаджаму И кому делает Хаджаму Поэтому Приводится как бы больше Мнение, более сильное мнение Какое в этом Мы сказали, что Джумхур на том, что не портится Имам Ахмад Он говорит то, что портится Поэтому сильное мнение ученых на этом То, что если человек, например В Рамадане или не в Рамадане Он как бы себя чувствует Например, Ему нужна Он постится, но он Нуждается в Хаджаме То пусть он сделает И дальше продолжает поститься И условие, чтобы Если он сам по себе Сильный То есть бывает Две категории людей Вы опять же по практике знаете Кто тяжело переносит Хаджаму И кто нормально переносит Хаджаму Если человек после Хаджаме Приходит И он как бы Вы с ним проведите Например, диалог Как ты себя чувствуешь Обычно после Хаджам Если он теряет силы И так далее То тогда лучше ему воздержаться Пока не сядет солнце Пока не сделает Ифтар Потом пускай сделает Хаджаму Если он нормально себя чувствует Здоровый Здоровый Иммунитет сильный И так далее То есть Ему То есть По практике своей жизни То, что Хаджаме Ему как бы То есть после этого Он не чувствует слабости То он Пускай может сделать Опять же В чем приводится То, что Ибн Умар Сын Умара Рад Аллаху То, что Это приводит Имам Мали В своей книге Аль-Муатта То, что Ибн Умар Кана яхтаджим Фи Рамадан Ва фи Гайва Хаджам Он делал Хаджаму В Рамадане И вне Рамадане Будучи постящим Когда держал пост Сумма карака Ва махтаджима хатташтар Потом оставил До тех пор Пока не делал Ифтар Имам Зухари Приводит тоже И сказал, что Он делал Ибн Умар Кана яхтаджим Ва хвасаим Сумма карака Мин аджля даав Он говорит Делал Когда постился А потом Из-за слабости Оставил Из-за слабости Оставил Поэтому ученые Здесь дают Два мнения Почему Говорят Лучше не делать Хаджаму Когда ты постишься Две вещи Первое Если Бояться Боязнь Есть То что То что Ты Обычно Когда хаджаму Делаешь То что Остатки Обратно Могут попасть В горло Вот это Крови И так далее И человек Что-то может Подчеркнуть Но это Слабое мнение Но более сильное Мнение Второе мнение То что Из-за слабости Бояться То что Если вдруг Человек Сделал Хаджаму Прочувствовать Слабость И потом уже Ему нужно будет Как бы сделать С ифтар Из-за этого Потому что Хаджама Может стать причиной То что Он прочувствует Слабость И после этого Сделает ифтар То есть Ему нужно будет Выпить воду Что-то съесть И так далее Таблетку Вот только из-за этого А так вообще То есть Мы сейчас с вами Разобрали Так вопрос С точки зрения Фикха По мадхабам И так далее Поэтому Джумхур Улена Три мадхаба На том что Сама Сама процедура Хаджамы Не порчит пост Барак Аллафикам Я Понятно Думаю Объяснил Этот вопрос Да очень Если какие-то Вопросы Есть То есть То есть Всегда нужно Когда вопрос Смотрите Это как будет Как правило Когда Есть вопрос Это Если разногласия Среди фақыгов Среди ученых Есть такое мнение Есть такое мнение Более сильное мнение Что это не портит Мнение по слабжу То что портит Когда есть Разногласия В вопросе Тикха Нельзя Например Навязывать свое А другой Тоже человек Не имеет правила Навязывать свое Ты берешь Вот это мнение Такое мнение Ты берешь Такое мнение Это Это вопрос Тикха Разногласия Если бы не было Среди людей Разногласия Люди Были Жады Одно мнение Тут есть Много мнений В этом вопросе Два мнения Поэтому и тот Кто говорит Например Что Хиджама Портит Пост И нельзя Делать хиджаму И ссылается Хотя Он ссылается Этот человек На слабое мнение Он не имеет права Это мнение На газы другому И тот тоже Не имеет права Может сказать Просто порекомендовать Что такое мнение Есть Оно больно сильное Хиджама Не портит пост Поэтому вам решать Самый лучший Как бы Здесь вот в этом Как бы Поэтому иногда бывает Там например Люди между собой Спорят и так далее Не изучили вопрос Глубоко Например Один хадиф Брат услышал Например Возьмем Вот опять же Сейчас Например Есть два хадифа Оба в Бухаре Приводится В другом хадифе Приводится Тоже в Бухаре Постаник Аллаха Запретил пить Стой И один говорит Запрещено пить Стой В Бухаре Другой ему Приводит Нет Можно Тоже в Бухаре Как вот Когда Тадад Когда есть Противоречия Между двумя Хадисами Друг к другу Ученые говорят Что это больше Ядуль Аляль-Карахи Это указывает На нежелательное Это раз Второе Если Например Сейчас Ты зашел в мечеть И Пуфараник Аллаха Саллаху Сказал Если из вас Кто-то зашел В мечеть Пусть не садится Пока не прочитает Два рака'ата намаза Садиться Ему запрещено Теперь вопрос Ты хочешь пить Жарко Жажда Ты зашел в мечеть Там стоит кулер И тебе нужно попить Или прочитать намаз Два рака'ата Вначале Потом попить Или тебе нужно Попить стоя Или сидя Как вот вообще В этом быть Потому что Хадиса много Поэтому ученые говорят В этом случае Ты пьешь стоя Почему? Потому что Даже если взять мнение Что нежелательно Пить стоя Но садиться Чтобы например Это уже нельзя Харам Потому что Как бы Пусть не садится Запрет Садиться Пока не прочитаешь Два рака'ата намаза Ну а если оставить Питье после намаза То ты будешь Во время намаза Думать о воде Поэтому Как бы Говорится Нету намаза Во время того Когда принесли Еду То есть Имейте ввиду Если время намаза Зашло Еда В начале Нужно покушать Потом Чтобы не думать о еде То же самое здесь Чтобы тебя жажда Не утоляла Как бы Чтобы ты не думал Вначале Берешь Заходишь Пьешь стоя Потом Читаешь Два рака То есть Опять же Когда люди Противоречат Он один хадис То другой Говорит Ты не прав Ты не по сунне Я вроде Читал А дед Я тоже читал Да мы по сунне Но не по такой сунне Как ты понял Как ты хочешь Я разбираю По сунне Но не только по сунне Которой ты хочешь Чтобы она сунна А по сунне Которые Есть ученые Есть мнения Есть Мазагип То есть Которые уже Вопрос Разжеванный Передан И так далее То есть Большинство мнения Это то Что можно делать Хиджабу Здесь я вас обрадую Да Да Все Тогда Тогда всех Жду к себе На хиджабу И шалам Шалам На сегодняшний день Очень много людей Которые Так же Как мы сейчас Вы объясняли То что Прочитали И все Для себя Это вывод сделали Но не разбирают Вопросы Которые Что касается Сунны Или что касается Например Перевода Смысл Курана И вот Я один раз Читал Не помню источник Но я один раз Читал Что Абу Бакар Алейхи Вассалям Были усы Такие Что он мог Закручивать их У Умара Были усы Он так брал И на сегодняшний день Некоторые люди Которые Не знают Смысла Для чего Они это делают А полностью Бривают усы Как этот вопрос Можно разъяснить Знаете Что Имам Малик Сказал Представляете Это его мнение Пророк Мухаммад Что сказал Простригайте усы Оставляйте бороды Пророк Мухаммад Не сказал Брейте усы Постригайте Чтобы они не были Длиннее бороды Чтобы они не заходили В рот Потому что Микробы И так далее Чтобы Что-то не было Чтобы они не были Такие большие усы Чтобы в рот Когда заходят У человека Видно Опять именно Ты можешь постригать Постригать Сейчас например Можешь ножницы Можешь машинку Убирать Имеется ввиду Чтобы Хотя бы Даже если ты По минимуму Хочешь оставить Но чтобы Чуть-чуть Что-то было Из усов А не так Что бритвы Как некоторые Бреют полностью И думают Брат А у тебя что усы Пророк Убирайте Вот опять же Из-за того же Непонимания Пророк Не сказал Убирайте Сказал Постригайте Не сказал Брейте Да Извини Продолжите Да Говорите 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 Это же вам Один раз Сказали Усты этого человека Не вызывают доверия Да Было такое Права Убирайте Понимание Даже К тому Что Нужно Достаточно Просто Укоротить Ну Не взбривать Знаете Сейчас Вы меня Рассмешили Я Опять же Представляю Я не очень Сиден В технологии Вот это Интернет Опять же У меня Долго Не было Даже Инстаграм И я И времени На этого Не было Не читал Думаю Лишнее Время И так далее То есть Другими Больше писал Больше читал Повторял Ездил Учился И так далее Но потом Почему Что меня постигло Вообще Открыть Инстаграм Мне многие Братья говорят Открой 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 Когда мы Его открыли В прошлый Рамадан Только Год примерно А в мечети Я уже Здесь В Москве С 2011 Года А что Меня Подтолкнуло Когда Папа Умер Я хотел Как бы Побольше От его имени Побольше Делать Других Дел И Одно Из этих Как бы Посоветовал Шейхами Они Мне тоже Посоветовали Чтобы Видео уроки Давать И Как бы С таким Неятом С таким Неятом Чтобы Награда Тоже Как мне И моему Отцу Тоже Заят Вот Такого Как бы Нет Даже Я Не веду Его Свою страничку Некоторые Там Мне потом Звонит Человек Адмистрат Который Идет Там Некоторые Обижаются Ответьте На этот Вопрос Ответьте Я говорю Есть у меня Братья Которые Со знаниями Я говорю Отвечайте Которые Вопросы Они Не хотят Лезть Или Например Не знают Они Мне Отсылают Я потом Отвечаю И они Выставляют Вопросы Иногда Бывает Там Когда Время Я Захожу Там Минут Десять Пятнадцать В день Отвечаю Сам Поэтому Как бы И Вот эти Вот Комментарии Даже Говорю Не знал Отключите Комментарии Я не знал Как отключать А мне Потом Кто ведет Вот Эти Пиши Комментарии Такие И один Часто про усы Говорят Кто-то Один Написал Говорит Хорошо Но усы Его доверить Не вызывать Я говорю А при чем усы А мне вообще Это непонятно А что в этом Вы так поняли Ходить Брить их надо Полностью Другой Там А усы А разве Можно усы Оставлять Такое ощущение Как будто У меня такие усы Большие Оставали Ну вот Усы Как усы Я так Валай Смеялся То есть Опять же Люди Ходить Неправильно Понимают И думают Что Где именно Постригать Усы Думают Что надо Полностью Убирать Как бы Это Врите Как бы Не разбирают Этот вопрос Должным образом Да Постригайте Кто-то Например Там Под ноль Стрижок Кто-то Там Главное дело Братья Главное дело Чтобы Главное дело Чтобы Усы Не заходили В рот Вот Вот это Самое главное А так Можно По сути Оставлять Как вот Омара Я Умара Да У него Была Была Усы И он Когда Задумывался Он Крутил Крутил Свой Ус Приводится За верных Имам Малик Сказал У кого нет Усов Он Грешник Это одно Измене Масхабов Получается Это Имам Малик Ученый Великий Ученый В области Хадисов В области Кстати Там тоже Выставим Про Имама Малика Наверное Выставили В интернете Какой Великий Ученый Был Через Нрав Бывают Часто Такие вопросы В Аллахе Задают Бывает Например Кто-то Принял Ислам А его Родители Не Мусульмане Он Намаз Читает И Тяжело Становится Как родители Объяснить Или Кто-то Например Мусульманин Начал читать Намаз Родители Читают Постится Ребенок А родители Не постятся И так далее То я хотел бы Обратиться В первую очередь И ко мне Даже родители Иногда приходят Говорят Вот у нас Какой-то странный Стал ребенок Говорят Что Субханаллах Там постится Намаз Читает А для них Это что-то Я боюсь Куда бы Куда бы Я говорю Субханаллах Благодарите Аллаха К родителям Обратиться Благодарите Аллах То что Ваш ребенок Не наркоман Не алкоголик Не прелюбодеет По ночным клубам Не шастается А нахамдалю Он что делает Он на вас читает Он постится Из-за вас Это же Это ваш может быть Ключик в рай Наоборот Благодарите Аллаха Понятно То что СМИ Своё дело Сделало Напугало И так далее Но если человек Познакомится С исламом Познакомится С Кураном Познакомится С сунной К чему это все Призывает К благому нраву То есть братьям Нашим сестрам Хотелось бы У кого Кто с такой Столкнулся Проблемой У меня даже Отдельно на это Есть ролик Тоже можете В инстаграме Там посмотреть То есть Если вот Родители Не понимают Твое поклонение И так далее То покажите ему Через это Им Через это поклонение Свою доброту И свой нрав Своим родителям То есть Если например Родители не молятся Ты молишь Еще лучше относись Как бы к родителям Покажи что Аллах тебе это приказывает То есть Если ты раньше Например Просыпался Например Или сестра Или брат Там В 10 утра В 9 Родители просыпаются И раньше Ты сейчас просыпаешь И раньше Родители Я не говорю Что в рамадане Вообще В общем Ты им приготовь Завтрак И так далее И объясни им Что Аллах Мне повелевает То есть Такое отношение К вам папа Такое отношение К вам мама То есть Вот это Должны Красоту То что Альхамдуля Даже посмотрите Ибрагим Алейсалям Ибрагим Алейсалям Когда отец Его поклонялся Идолам Когда отец Его Изгнал его Проходи Уходи отсюда Ибрагим И так далее Тогда что это Он что-то То есть О папочка То есть Прощал с ними И опять же Слова его были Не Адю Аллах Не враг Аллаха Не этот Я папочка То есть Даже По отношению К мучерику Такое отношение было Если Аллах В Коране Говорит Если Они Тебя призывают Делать Ширк Не Подчинайся Если Они Тебя Ширку Призывают Не Случайся Но Однако С ними Взаимоотношения Проявляй Благое Даже Если Они Тебя К этому Призывают Поэтому Сабр Нужно Делать Папа И Мама Опять же Родители Своим Детям Аллах Плохого Не Пожелает Никогда И Тот У кого Дети Есть Он Когда Будут Дети Он Прочувствует Что Это Такое Как Ты Желаешь Своим Детям Благое И Однако Просто Неправильно До них Информация Дошла Они Переживают Поэтому Через Благой Нрав Через Ах Докажи Что Твоя Молитва По Отношению К Родителям Тебе Направила В лучшую сторону Если Ты раньше Мог Себя Позволить Не Ответ Тебя Папа Зовет Маму Переговорит Ты Сейчас Скажешь Да Папочка Да Мамочка Перед Тем Как Они Спросят Что Нужно Может Мне Сходить Что Делать Что Нужно Что Что Нужно Делать Говорите Улыбайся Что И Цените Родители Пока Они Живы Вару Калафикум Маша Очень Такой Сильный Ответ Ну да Брат Мы Не Должны Показывать Что Мы Озлоблены Что Человек Пастится Ты Что Пастища Папа Может И жестко Сказать Мама Может Сказать Ты Не Должен В спор Переговаривать Что Хочу Почу Бывает Такое До того Приходит Ты вообще Там Неверующий Это все Закрылся Конечно Отталкивают Конечно Они будут Говорить Смотри Как влияет Пост Смотри Как влияет Вот Вот Это Ваш Слав Да Вот Это А ты Что Должен Да Папочка Иншаллах Ты Это Ну Аллах Мне Приказывает Аллах Субхан Хочет И это Альхамдуллю Мне Хорошо И это Покажи Улыб Улыбнись Самыми Лучшими Словами Назови Также Вот Сегодня Некоторые люди Говорят Я не пощусь Там Кстати Альхамдулля Из-за эпидемии Они не могут сказать У меня работа Я не могу поститься Тяжело Но есть люди Которые намеренно Не постятся Но говорят Я для ифтара Покупаю людям Еру Какого положения Вот Этого человека Ну смотрите Я вот Кто меня знает Я вообще Не сторонник Судить О положениях людей У тебя такое положение Астаху Аллах Как некоторые люди Ты в аду Ты в раю Решают за Аллах Сейчас приведу Хадиф Бестоверный хадиф От Абу Гурей Рад Аллаху Амин То есть В общине Которые были До пророка Мухаммада Саллаху Алейхи Салям Посланник Аллаха Сказал Были два брата Были два брата Один из них был Праведным А другой был грешником Два брата И вот этот Праведный Хотел блага Для своего брата Поклонялся Возвеличивал Аллаха Молился Пусть был набожным И всегда призывал Своего брата К этому А этот Отталкивался Я не буду То есть Не буду молиться Не буду Богобарит Не буду поклоняться Всевышнему И до того Он как бы Каждый раз Когда он Призывал К благому Призывал К пути Всевышнего Аллаха Субханам Некоторые думают Некоторые думают Что ты меня Обучаешь Учишь Чему-то Я что Без тебя Не знаю И вот этот Брат Грешник Хотя тот Желал ему Добра Он что Говорит Ты мне Надоел На что Ответил Опять же Не стерпел Этот брат Праведный Сказал ему Аллаху Ла ягфиру Ла ягфиру Ла ягфиру Аллах тебя Не простит И не ведет Тебя в рай Рок Мухаммад Салаллаху Алисалам Сказал В судный день Обоих Приведут их И Аллах Субханава Скажет Тому Который Сказал эти слова Аллах Не простит Тебя И не ведет Тебя в рай То есть Праведному Этому брату Праведнику Скажет Ты решил За меня Рок Мухаммад Салаллах Скажет Аллах ему Скажет Ты за меня Решил То есть Кого в рай Я веду А кого в ад Кого накажу Кого прошу Тогда Прикажет Своим ангелом И скажет Ведите его В ад За эти слова Того человека Который всегда Поклонялся Аллаху А этому человеку Который Сказал Оставь меня С моим Господом Аллах скажет Я тебя простил Я тебя простил Почему? Потому что Ты сказал В тот момент Упомянул Оставь меня С моим Господом Значит Ты в меня верил Значит Ты знал Что у тебя Есть Господь И ты надеялся На его прощение Абу Абу Гурейра Радаллаху Передатчик Этого хадиса Сказал Таалих Сделал От себя Тафсир То есть Добавил К этому хадису Сказал Он произнес Слово Через которое Разрушил Свою Эту жизнь Уничтожил И вечно Уничтожил Эту жизнь И вечно Уважаемые братья и сестры К чему это То есть Мы Часто бываем Там Когда видишь Часто люди Не боятся Аллаху Понятно Что у них есть ревность За религию У кого-то А кто-то Может быть Не обдумав это Кто-то по незнанию Решает Все ты в аду Аллах Аллах Тебя не прости Аллах Ты будешь за это наказан И так далее Да Мы боимся То что это Грех Такое-то действие Может привести В итоге В ад Но однако Мы не имеем Право Утверждать за Аллаха Тебя Аллах Не простит Тебя Твое положение Такое И так далее Да Мы можем сказать Что Брат Вот это Твое положение Пока ты в нем Находишься Если ты не покаешься И так далее Это может Привести Вот к этому Но утверждать Твое положение Такое Мы не судьи Аллах Не послал нас Судьями Аллах Нам не приказал Быть судьями Аллах Приказал нам Быть Даватчиками То есть Тех Кто призывает Как Аллах Скажи Мухаммад Это мой путь Я призываю К Аллаху Через посредство Знаний На этом пути Я и тот Кто за мной следует Это первое Что хотел сказать Второе Если человек Не постится Ходит сказано Если он Один день Пропустил Без причины То Ему знаете Что нужно Он говорит То есть Аллах Субхану То что Если он За это будет Хочет Восстановить Один пропущенный Пост Если без причины Пропустил Если целый Век Будет поститься Аллах Субхану Может его Не принять Поэтому Что Отсюда Уважаем Братья и Сестры Мы Тем людям Говорим Которые Не постятся Если Ты не Постишься Без причины Оставляешь пост То Из всего Сердца Желаем Вам Которые Не поститься Еще Без причины А задуматься Подумать Об этих словах Потому что Это фарт Потому что Это Аллах Приказал Нам Аллах В Коране Говорит О верующий Вам Предписан Пост Я вам Приказываю Поститься Аллах Субхану Не сказал Хотите Поститесь Хотите Не поститесь Аллах Субхану Говорит Приказываю Поститься То есть Малик Мулук Царь Царей Творец Создатель И мы С вами Верим То Что Мы К Аллах Субхану В Та'Аля Вернемся И он Нам Говорит Я Вам Приказываю Поститься То есть Нет Другого Варианта Приказ Подобно Тому Как Было Приказано Тем Которые Были До Вас Здесь Аллах Успокаивает Нас Не Переживайте Что Не Сможете Пропаститься Что Будет Тяжело Что Вам Как Не Сможете Пропаститься Это Тяжело До Вас Были Те Которые Постили Вы Не Первые Подобно Тому Как Было Предписано Тем Кто Был До Вас Были Люди Постились Тоже И Вы Тоже Постите Может Быть Богобоязнен Аллах Не Сказал Поистине Вы Будете Богобоязнен А Может Быть Есть Вероятность То Что Вы Изменитесь Если Будете Правильно Все Делать Может Быть Вы Станете Богобоязнен Поэтому Мы Должны Понимать То Что Пост Это Приказ Аллаха Это Фарда Аллаха Один День Поста На пути Аллаха Один Пост На пути Аллаха Человек Обдаляет От наказания Ада На 70 лет Представляете Брат Мой Сегодня Мы С вами На 70 Далеко Ушли От Ада Джаханна Чтобы Мы Вообще Не Попадали В Ад И Только Фарда Ушли Были С вами Чтобы Аллах Защитил Нас И Были В списке С вами В Рамадане Были В списке Тех Людей Которые Освободились От наказания Ада Амин Однако Сегодняшний Один пост Мы пропастили На 70 Лет Отдалились От Ада Какая Великая Милос И Аллах При этом В этом Не нуждается Мы В этом Нуждаемся Поэтому Поэтому То что Человек Например Если он Дает еду В каком Случае Может Он не постится И раздавать еду Если он болен Если у него Хроническая болезнь И он не может Ему постоянно Нужно Принимать лекарства То да Аллах Не требует Человека То что Не в его силах Аллах В Коране Говорит Если тот Кто из вас Болен Или в пути То он Не постится Он в другие Дни Может продержать Когда там Дни будут покороче Если даже Тогда не сможет То он не постится Но он что Он за каждое Вот это Дает садата Кормит людей И так далее По возможности Опять же Например Человек У него нету Возможности Поститься И нету Финансов Возможности Накормить биняков Тогда Алхамдулля В Рамадане Пускай он Читает Кур'ан Читает Там Тахаджуд Намаза Читает Аджир Да Благие дела Делает По мере возможности Там Таравих Читает И так далее Если он По причине болезни Не может там Поститься Или по причине Например Кормящая мама Не постится Беременная женщина Старик Который Тяжело поститься Это у них есть Узер У них есть Рухса У них есть Разрешение Не поститься Если человек Без Без Причины Оставляет Приказ Аллах То Это Страшное положение Конечно Вот так же Такой же вопрос Был Один брат Задавал К этому же вопросу Относится Считается ли Его пост Действительным Он получается До Шести утра Работает Двенадцати ночи До шести утра С одиннадцати ночи Аллах алам Но я помню Вечерняя часть И он делает Сухур Сухур Да Читает Утренний намаз Работает Приходит домой И до Окончания Зухра Он спит Читается ли То есть Он просыпается Во время Асра Да Так получается До Асра Просыпается Ну уже Там последние Минут двадцати Остается Да Да Конечно Да Читается Читается Просто Он умрался Говорит Будет ли Я же Говорит Не намеренно Целый день Сплю Говорит Это Из-за Не-не-не Можно Иншалла Поэтому Может быть Сейчас посмотрим Еще пару вопросов Какие появятся В комментариях Если нет То Иншалла Сделайте Какое-нибудь Прекрасное Потом Напоминание Иншалла И мы Пойдем уже Готовиться К ифтару Иншалла Через час Да Я так понимаю Ифтар у нас будет Да Иншалла Обидно Час с копейками Иншалла Для меня Для меня Самый главный вопрос Это по хиджаме Те Которые делают Хиджамы Которые говорят О том Что Хиджамы Портят Нарушают Еще Субханалла Когда сказали О том Что Тот Кому делает И тот Кто делает Я думаю Субханалла Как так Вроде бы Поэтому Иншалла Иншалла Посмотрим Сейчас Если будут Вопросы У меня Вроде бы Закончились Здесь Чай Сколько А Еще один Еще один Вопрос Есть Субханалла Один Основной Вопрос Такой Был Вот Человек Начинает Кушать Чай Кушает И услышал Азам Готовит Сухур Вот он Сухур Делает И азам Прозвучал Как ему Оставить Эту Еду Или Насытиться Смотрите И по поводу Того Когда Обычно Азам Говорится Когда Вот В арабских Странах Когда мы В Саудии Жили Там Два Азам Говорится Первый Азам Это За час До Основного До молития Фаджара То есть Предупреждающий И второй Азам Это уже Все Наступило Время Все Кушать Нельзя Здесь Например У нас Один Азам То есть Когда Азам Говорится На Утре Намаз Это значит Зашло Время Утре Намаз Если У тебя Например Ты взял Ученый Как говорят Вот Вода У тебя Стакан И Ты Начал Пить И идет Азам То ты Можешь До конца Его Выпить Если Ты Положил Стакан Все Второй Раз Уже Нельзя Потому что Ты Уже Идешь Дел Техтар А Если Это Ты Заканчиваешь Поэтому Если Например Азам Идет И Ты Идешь Быстро Все Хочу Что-то Феникс Есть Или Водички Выпить Но Ты Подходишь Только Берешь И Азам Все Ты Не Берешь Не Пей Но Если Ты Начал Пить И Азам Идет Ты Допей До конца Но Только Не Отпускай Руку Отпустил И Азам Это Неправильно Мы С вами Прекрасно Провели Почти Целый Час По поводу По поводу Разрешите Ответим Вопрос Потому что Часто Только Тоже Задают Вопрос По поводу Сколько Ракаатов Читать Таравих Намаз Таравих Намаз Сунна Это является Сунной Во время Пророка Мухаммада Посланник Аллаха Читал После Ищая Намаз Таравих Намаз Читал Посланник Аллаха 8 Ракаатов Потом Боялся Что люди Подумают Что Постоянно Если читать Подумают Что это Фардом Станет Обязательно И оставил Потом Во время Абу Бакар Рад Аллаху Ангу Собирались Каждый По отдельности Читал Без Джамаат Потом Умар Абин Хаттаб Собрал Джамаат Намаз Джамаат За двумя Имамами Убей И за Камим Бин Аусад Они Читали 20 Поэтому Сколько Читать Кто Хочет 8 Читать 8 Кто Хочет 20 Пускай Читает 20 В Аль Хараме В Мейке Медине 20 Читает В других Мечетях В Саудии 8 Читает То есть Тут Есть Мечети Мы На Поклонной Горе 8 Читаем На проспекте Медера 20 Читает Поэтому И это Правильно И это Правильно Но Самое Главное Дело Что Например Если Ты Пришел Мечей Где Читают 20 Ракатов Это Очень Важный Вопрос Потому Что Часто Это Встречается Тогда Вот Вопрос Сначала Закроем Постараемся Вот 8 Ракатов Мы сказали То Что Пророк Мухаммад Читал 8 Умар Ибн Хаттаб Читал 20 И был Тоже Спор Во время Умара Ибн Хаттаб Некоторые Хотели 8 Мех 20 Умар Прогнал И сказал Идите По домам Ты Читай 8 Вы Читайте 20 Чтобы Из-за этого Спора Не было Но Если Ты Пришел В мечеть Некоторые Братья Что Они Неправильно Делают Приходят В мечеть Там Где Читают 20 Ракатов И После 8 Уходят Вот Это Противоречие Сунны Если Ты Пришел И имам Читает 20 То Ты Читай С ним 20 Чтобы Взять Полную Награду Востоянной Ночи Потому Что Пророк Мухаммад сказал То Кто Читал За Имамом До Тех Пор Пока Он Не Ушел Поэтому Дал Салям И Ушел И Ему Запишется Как будто Он Всю Ночь Выставил В Намазе Поэтому Если Ты Прочитал 8 Ракатов Там Где Читают 20 И Ушел Ты Не Возьмешь Награду Как будто Выставил Всю Ночь Намаз Тогда Если Ты Хочешь Читать 8 Иди Мечеть Где Читает 8 И Тем Самым Бывает Там Некоторые Приходят Мечеть Где Читает 20 Вот 20 Читается Надо 8 И Тем Самым Фитна Получает Споры Это Тоже Неправильно С точки Зрения Шариата Поэтому Это Не вопрос Даже Что Прозногласен Поэтому И Другое Ученые Дают Мнение По Этому Вопрос Если Человек Из Тех Который Понимает Арабский Язык И знает Курана Много То Пусть Он Читает 8 И Размышляет На чтение Потому что Он Понимает Смысл Если Человек Не Понимает Арабского Языка Например Он Знает Суры Но Не Понимает Перевода То Пусть Читает 20 Потому что Он Берет Награду Не За Размышление А Возьмет Награду За Количество Ракад Большое время Мы Как С вами Сделаем Вот Такой Совместный Эфир Чтобы Будем Рядом Сидеть С С вами Друг С Друг С Пусть Пусть Позволит Нам Повести Пост Должным Образом Пусть Он Пусть Позволит Нам Войти В рай Через Врата Раян Это Только Для Постящихся Пусть Что Что Сделали Страничку Из Инстаграма Для Того Чтобы Аджар Зарабатыв Ваш Отец Пусть Аллах Субхан Побудем Я читаю Постоянно Давайте Сегодня Вы Прочитайте Я К вам Гост Пришел Вы Почитайте И мы Субхан Аллах Это Было Жестко Сейчас Ваш Сторож Бисмиллах Рахмани Рахмим Ва Ассар Инна Линсана Лафи Кусар Инна Лазина Аману Амину Санхад Ваттавасов Бил Хак Ваттавасов Бис Сабр Машалла Имам Шафия Рахмаллах Казал Если бы Только Аллах Спасал Сурот Аль Ассар И Ничего Другого Не Всевышнего Поэтому Сказал Пророк Мухаммад Сал Алей Сал Ни Ам Магбун Фигим Акфир Мин Ас Сах Аль Фараг Две Вещи Которые Аллах Субхан Дал Рабу Всевышнего Аллаха И Раб Не Дает Должны Этим Двум Вещам Это Ассих Это Здоровье И Фараг И Это Свободное Время Поэтому Время Это Великая Милость Аллах Субхан Аллах Клянется Временем Аллах Чем Пожелает Всевышний Аллах Клянется Своими Творениями Своими Созданиями Он Клянется Тем Что Он Сотворил Субхан Аллах Всегда Клянется Великими Своими Творениями После Всегда В Коране Если Посмотрите Ваддуха Вал Ассир Например Вал Ади Афи Дабха Ваш Шам Вал Камар И так далее Когда Аллах Клянется Своими Творениями После Этого Идет Какое Наставление Для Чего Аллах Клянется Из Тафсира Из Понимания Тафсира Значит После Клятвы Аллах Хочет Сказать О чем Важном И Вот В этой Суре Аллах И После Этого Значит Человек Уже Настраивается На важное Высказанное Аллах Перед тобой Мой Господь Что ты нам Говоришь Поистине Человек В убытке Поистине Человек В убытке То есть Хасара Как говорится Убыток Это Бывает Двух видов В этой жизни И бывает Убыток В вечности Но Есть Исключения Из этих Людей Имеется Все Люди В убытке Но есть Исключения Первое Те кто Уверовали Делали Благие Дела Друг друга Призывали К правде К истинности И призывали Друг друга К терпению Вот эти Четыре Качества Должно быть У верующего Чтобы не Быть в убытке Вера Иман Благие Дела Призывайте Самому Быть На правде На истине И Призывайте Самому Быть На терпение И имам Шафия Сказал Если бы Аллах Только это Бы спасало Без Кур'ана Только это Это было бы Достаточно Базак Базак Продолжение следует...